Каким будет новый 2016 год и чего от него ожидать? В поисках ответов на этот вопрос одни прибегают к помощи астрологов, нумерологов и даже порой экстрасенсов, а другие исходят из символа года. Вот на этот раз им будет хозяйка обезьяна. Веселая, игривая, непредсказуемая, такой мы запомнили ее из мультфильмов и походов в цирк. Какой же характер у этого животного на самом деле и можно ли столь беззаботно к нему относиться? За ответами МАПРА отправились в Омский экоцентр. Евгения Кистенева работает с обезьянами уже более 20 лет. Своенравный характер подопечных не раз испытывала лично на себе. Порой ничего приятного, признается женщина. Могу вас огорчить, ни одно животное в мультиках своим природным прототипам не соответствует. В принципе. И удавы не разговаривают, и не дружат с обезьянками. И ежики – это не маленькие, порядочные и добрые создания, а уж обезьян – это далеки полностью. Всех постоянных сотрудников, они только впечатляют, что знают уже в лесу. Стоит только сменить одежду, вот я в нерабочей одежде захожу, и все, мне порция возмущения льется на голову. Непредсказуемые по своей натуре обезьяны не терпят вмешательства в свою жизнь и ко всему новому относятся крайне осторожно. Недовольство они выражают не только людям, но и себе подобным. Рос и Ия уже пять лет вместе. Малышей у этой семьи игрунков еще не было. В павильоне они вдвоем. Места вполне хватает и для соседа. Но вот сами обезьянки с этим не согласны. В сложившуюся семейную группировку ввести как у кого-то нового чрезвычайно сложно. То есть его обижать будут всячески. Зависит, конечно, от вида. Вот обыкновенные игрунки, они более спокойные до прямых драк, до угроз. Редко доходят с ними проще. А вот карликовые игрунки, несмотря на свои маленькие размеры, в общем-то в этом отношении злодеи настоящие. А значит, 2016-й идеально подходит для того, чтобы заключить брак или укрепить семейные узы. Тем же, кто посмеет позариться на чужое счастье, обезьяна будет всячески вставлять палки в колеса на протяжении всего года. На таком велосипеде далеко не уедешь. 2016-й станет непростым испытанием. И успехов вам вряд ли удастся добиться. Остальным же хозяйка года подготовила мешок сюрпризов из возможностей. Если вы активны, амбициозны и привыкли выкладываться на все сто, ждите взлета по карьерной лестнице. Единственный совет от обезьянки – быть предусмотрительным и просчитывать каждый свой шаг. Даже наша съемка через плотное стекло вызвала подозрения у этих игрунков. Позировать на камеру никто явно не собирался. С нами играют в прятки. Привередливые обезьянки и в еде. Из фруктов только киви, спелые бананы и груши. Виноград. На яблоки они вряд ли посмотрят. По вкусу им и насекомые. В приоритете тараканы и сверчки. Любимое лакомство – пюре-кашка «Пять злаков» для малышей с первых дней жизни. Причем не любое, а определенные марки. Содержать такого питомца накладно, особенно сейчас, когда цены на все взлетели. Да и стоит даже маленькая обезьянка – около 60 тысяч рублей плюс доставка. Чем больше питомец, тем больше затраты и ответственность. У нас был период, когда содержались обезьяны принадлежащие в частной коллекции. Вот там были два драматических эпизода. Во-первых, нам пытались проникнуть с целью кражи. Выпустили одну обезьянку и украли другую. И вот буквально через несколько дней позвонили из милиции, сказали, что где-то на девятом этаже, на техническом, точнее, этаже, за решеткой сидит обезьянка. Вот наш сотрудник поехал, который за ней ухаживал. Плакали оба. Сейчас в экоцентре только карликовые и обыкновенные игрунки. Приобрести виды крупнее – нет возможности. Да и содержать их намного сложнее. Забот и с этими малышами хватает. Взять на руки символ наступающего года, к сожалению, не получится. Контакт с обезьянками запрещен. Они очень восприимчивы к инфекциям, и даже легкую простуду вылечить будет очень сложно. Но один способ загадать желание все-таки есть. Нужно встать лицом к стеклу, приложить ладони к манке и трону. Найти символ наступающего года, зажмуриться и загадать желание. Чтобы оно исполнилось, нельзя никому рассказывать, что вы загадали, и не вспоминать об этом до 1 января 2016-го. В случае несоблюдения правил администрации символы года ответственности за неисполнение услуг не несут. Ксения Тойчкина и Андрей Кузьмин, Антена 7. Ксения Тойчкина и Андрей Кузьмин.